Три дня и три ночи. Практически столько пришлось отстоять Татьяне Южаковой в очереди, чтобы подать сегодня заявление одной из первых. Это того стоит, признается женщина, ведь школа находится рядом с домом. Все волнуются, все родители. Мы организовали очередь, по очереди приходили. Мы в 6 утра сюда. С 10 до 11, с 6 до 7 утра мы здесь были. А потом стояли здесь до 9, 3 часа стояли здесь до 9 часов. В образовательном центре номер 11 в этом году планируют принять 75 первоклашек, однако желающих в несколько раз больше. А дать своего ребенка именно в эту школу мечтают родители со всех районов города. Подача заявлений формируется, начиная с 27 января с 9 часов до момента заполнения свободных мест. То есть, как мы заполним 75 вакансных мест, естественно, прием в образовательную организацию мы закончим. Все будут транжированы по времени подачи заявления, будет совмещенный тот и другой список и построен рейтинг. И будут по времени рейтинга и определяться дети к зачислению, рекомендованные к зачислению. По словам руководства центра, желающих подать заявление лично, в этом году почти 40 человек. Однако были и тех, кто о списке не знал и в очереди не стоял. Это издевательство, но я считаю, вот такая вот ситуация. Большинство же молодых родителей решили оставить заявку в электронном виде, несмотря на то, что на работу единого портала госуслуг жаловались неоднократно. Накануне специалисты заверили, все технические неполадки устранены. Однако сегодня на четвертой минуте пользования сайт завис. Зафиксирована ошибка по зависанию портала. Эта ошибка связана с одновременным обращением количества пользователей. Ошибка 502. Но, в принципе, все родители, которые подают заявление в первый класс, они находятся в одинаковых условиях. И количество пользователей в сети с каждой минутой меняется. Это стало настоящим испытанием для тех, кто собирался подать заявление, не выходя из дома. Из-за неполадок системы многим родителям будущих первоклассников пришлось бросить все дела и прийти с документами лично в школу. Дозвонились до службы поддержки госуслуг, которая нам по телефону девушка объяснила, что сайт госуслуг не работает в связи с системной ошибкой общей по городу Череповцу. После чего мы дозвонились до школы, до нашей, и по телефону нам сказали, что можно прийти, заявление здесь подать. В данный момент мы в 121 очереди. По словам чиновников, родителям не стоило поднимать панику. После обеда почти в каждой школе были вакантные места. Для родителей первоклассник в управлении образования открыли телефон горячей линии. Специалисты от образования утверждают, в сентябре каждый ребенок пойдет в школу по месту жительства. Ездить в другие районы малышам не придется. Напомню, в сентябре этого года за парты впервые сядут более 4 тысяч школьников. Для них планируют открыть 145 первых классов. Татьяна Жданова, Сергей Павлов, Новости.